всем привет сегодня у нас ошибка срс на автомобиле honda odyssey 2002 год смотрим зажигание уже включил диагностику подключил просто чтобы времени терять быстренько все покажу вот ошибка срс горит так читаем эту ошибку я уже подключился к автомобилю и вот он укажет сейчас переведу по-русски не справим переключатели пряжки ремня безопасности водителя короче проблема то невелика хитрые японцы здесь короче все задействованы не знает что там возможно контакты эту пряжку надо разобрать и посмотреть возможно контакты просто ну вряд ли оплавились возможно они просто грязные наждачка их почистить ну не знаю сейчас разберем и посмотрим кто кстати автомобиль не видел вот пожалуйста автомат едет вообще как мячик там поменяли то только стойки стабилизатора и все атака вообще в идеале здесь монитор уже заказали привезли все работает он управляет климат-контролем который был здесь хозяин сказал не знаю перестал работать электронщики не берутся его делать все подсоединили все работает точно с такой же машины по номерам все сошлось подключили все климат работает пожалуйста автомобиля все шикарный ковры тряпочные смотрите мечта по кузову вообще идеальные колесики даже диски сайт из японии офигенные ничего не облезло идеально так вот здесь вот на заднем плане даже он что есть кстати только увидел подлокотники вообще отлично багажник здесь вообще бомба как в кузаке наверно я вам не просто большой багажник в этой honda а он оказывается этот одиссея еще семиместный смотрите как прикольно здесь получается она сложена например я просто таксик разложу здесь надо повернуть даже стрелка указана куда по часовой смотрим повернул значит по часовой и спинку я раскладываю вот так вот даже можно лежать офигеть не встать это вот настоящий крутой автомобиль свои сколько отделений короче японцы делают вещи такая штука а вот посмотрите я еще вот этого поджопника тоже это колесико под провернул можно даже вот так офигеть не встать блин вот это вот конструктор идеальная машина для семьи а можно вот так вот смотрите а вот пожалуйста эти сиденьки они прячутся сюда вовнутрь пожалуйста у вас багажник блин четкая машина забыл обозначить вам еще одну проблему у нас сломан центральный замок ну как сломан смотрите открываю автомобиль он постоянно пищит когда водительская дверь открыта там замки все открыты все двери рабочие двери рабочие понятно смотрите закрывая ключ у нас кстати не работает где нажимаю центра смотрите на эту пимпочку признаков жизни не подает ладно хорошо закрываю с ключа смотрим все секолда ушла туда замок закрыт те двери тоже закрылись хочу открыть ключ по-прежнему не работает не открывает ладно открываем с ключа опа хрен все попадал смотрите закрыть он закрыл открыть он не открывает как же попасть в автомобиль пройдемте обходим с пассажирской стороны секолда закрыта не работает здесь . под заедает надо смазать смотрите здесь секолда отщелкнулась попал и просто-напросто ручным способом ну-ка если так а ну вот или вот так и все она открылась водительская а эти пассажирские они по-прежнему закрыты ни фига не не открываются не это не вот это не по-прежнему закрыты а вот так вот пожалуйста пук ручным способом все они открываются надо короче разбирать скорее всего электропривод замка погиб надо либо новый ну короче разберем посмотрим ну ли сперва парище теперь включая у нас короче дверь открывается только не сперва раз ну и закрывается открывается сперва закрывается не сперва ничего не работает бесполезно прикинь а значит а точно от него то может воткнуть еще что-то надо тоже тогда полностью панель была воткнута только с этой хуйня не работает обшивку надо подсоединять с личинки интересно будет ключ то там короче теперь все заработало дверь теперь открывается закрывается но не открывают те три двери но в принципе нам и не надо потому что там механизм изношен покупать японские аналоги никто не будет но главное что дверь рильская открывается что-то вот признаешься что-то да я что-то не понял что-то напихал говорит а что напихал так а вот замок блокировки этого двери центрак закрыть 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 короче все с этим покончено сейчас секрет нам расскажут наверное молчит 500 рублей короче удлинили просто тягу которая идет вот от замка от этой пимпочки она была немного вот такая вот извилистая и все ее пассатижами поджали выпрямили и теперь она дожимает все нормально работает снова подключились к автомобилю и то что у нас сиденья нет теперь короче пишет неисправный датчик замка ремня безопасности водителя но это у нас была ошибка и неисправный датчик замка ремня безопасности переднего пассажира это потому что нет сиденьки сейчас воткнем ее туда обратно вот этой ошибки у нас должно просто не быть фишку подсоединили значит и давайте еще раз как неудобно вот этой рукой все вот я обратно то есть вышел из этого меню обратно захожу ошибки смотрите уже 0903 ошибка по вот этой сиденьки водительской стираем эту ошибку так здесь все нажато все смотрим сброс ничего не появлялся ага появился гад короче наши попытки увенчались неуспехом сейчас будем все таки копать дальше для чего так короче сняли сиденьки вот эту хрень эту защелку микрик здесь все работает но он отвечает вот за эту пожалуйста пристегнут водитель или нет ладно все у нас подсоединю это чтобы лишний раз сиденьку туда-сюда не волокать давайте подключаемся так восстановить это этот лаунч пили крыс так погнали так вот у нас все есть подушка безопасности ошибка выключите переключатель зажигания давайте выключаем дальше включите переключатель зажигания включаем зажигание и нажимаем ok так ошибки читаем вот он ошибка у нас висит неисправный датчик замка ремня безопасности водителя теперь давайте удалим эту ошибку сброс памяти неисправности окей ага выключите зажигание выключаем зажигание окей так включите зажигание включаем нажимаем ok все ошибка у нас срс пропала все пожалуйста такими манипуляциями вы удалите ошибку мы что сделали мы просто вот этот на этот микро понажимали возможно контакт контактики тут закисли поэтому срс еще выкидывал теперь хоть пристегивай ремень хоть не пристегивай ошибка у нас не появляется все дело знаете в чем дело вот в этом микрике мы его тупо пошевелили видимо и там контакты заработали туда-сюда вот много раз у раз и видимо что то он откис но решение проблемы просто его меняют не знаю там на драйве почитайте ну в интернете там есть советы и не один а несколько как хотите так и делать меняйте главное провода спаяйте как должны быть и все там видимо внутри не стали разбирать он заработал и слава богу то ли окисливаются то ли они западают хрен знает что там с этими контактами ну короче меняйте его и все будет у вас хорошо 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 спасибо спасибо спасибо